Прилетаю я на Таити, а вы не были на Таити? Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Судя по внушительным размерам, Матиса тоже кормят неплохо. На Гаити он не бывал, но родом из Санкт-Петербурга. Именно там, на помойке, его увидела дончанка. Еще маленьким котенком привезла в родной город. Пожалев бездомное животное, девушка начала откармливать своего питомца. Мясо, рыба, молоко – привычный рацион. Любимое блюдо – свиные почки. Он сам себе на уме, упрямый, делает то, что хочет он. Если хочет кушать, он будет руки, ноги лизать, в обморок падать. Правда. Лежит на кухне до тех пор, пока не дождется своего. Ощутив на себе повышенное внимание близких и друзей хозяйки, Матис осознал свою значимость. Стал важным и степенным, говорит Татьяна Алутай. Своенравный кот иногда может поиграть и живет в свое удовольствие. Для домочадца у Мотя – член семьи и друг. Животное всегда в центре внимания. Ему нравится жить так, как он живет. Поэтому он наслаждается жизнью. А любая дрессура предполагает работу. Мотя работать не любит. Он любит отдыхать. За 8 лет кот поправился с 5 килограммов до 17. При этом остается подвижным. Играет с другими кошками, бегает по квартире и даже успевает шкодничать. Единственное, чему мешает большой вес – запрыгивает на холодильнике и антресоле. Зато высоту диванов и подоконника Мотя берет легко. Спинка кресла – любимое место отдыха Моти. Хозяйка специально подвинула поближе к стене. Иначе, когда толстун сюда запрыгивает, кресло может просто опрокинуться. 9-летний рыжий кот превысил все положенные стандарты. Такое ожирение вызвано нарушением обмена веществ. И может привести к различным заболеваниям, считают ветеринары. Кота нужно сажать на строгую диету. В своем возрасте он не должен превышать 6-7 килограмм. И это однозначно. То есть из рациона исключается белковая пища. Делаются исследования организма. То есть если это связано с какими-то явными заболеваниями, то проводится лечебная профилактика и проводятся лечебные мероприятия. Держать животное на диете хозяева пытались. Но Матис в знак протеста вообще перестал есть. Смотреть на голодные глаза любимца долго не смогли. Пришлось снова переходить на привычное меню. Хотя и сейчас питомцы стараются не перекармливать и ограничивать его рацион.